Это морские петухи. На Черноморье эти рыбы считаются достаточно редкими, скорее потому что с человеком пересекаются нечасто. К поверхности они поднимаются только ночью, а днем ведут придонный образ жизни. Своеобразными ногами рыбы прощупывают дно в поисках моллюсков и рачков. Своё название они получили из-за формы спинных плавников и яркую окраску. Вместе с тем специалисты говорят, что рыбы молчат, если поговорить не с кем. С сородичами морской петух также общается, издавая вполне характерные звуки. Похожий на кукареканье. Серьезно? Да. Или же на хрюканье. Ну вот каждый, конечно, как ему нравится, так и интерпретирует. Символ 2017 года это петух. По китайскому календарю петух означает целеустремленность. И морской петух, он, конечно, ему ни в чем не уступает, потому что он тоже, если чего-то захотел, то обязательно своего добьется. В Анапском аквариуме живут два морских петуха. Обоих принесли рыбаки. Фактически спасли от попадания на стол в ресторане. Местные жители в канун года петуха начали вспоминать о том, что в городе тоже есть петух, но морской. Светлана из Омска. Этот обитатель Черного моря показался ей необычным и вполне достойным быть символом наступающего года. Это рыба, которая может плавать, летать и ходить. Это о многом говорит. То есть он пробьется в любой ситуации, добьется своего. И это тоже хорошие, я считаю, приметы нам накануне Нового года увидеть такое чудо. Год петуха огненного у нас сейчас наступает. Это у нас как раз рыбка в этом аквариуме. Петух красный. Я думаю, что это замечательный пример именно символа года наступающего. Новый год в Анапе, он в принципе необычный. Ни снега, ни обычных санок, катаний на коньках. Поэтому я считаю, что и символ года в Анапе должен быть свой и необычный. Например, вот морской петух. В аквариуме пока не готовы сказать, ожидать или нет дальнейшего наплыва посетителей. Но надеются, что альтернативный морской символ будущего года принесет анапчанам и гостям курорта не меньше удачи, конечно, при должном упорстве.